Каждый спасательный пункт должен быть оборудован всем необходимым. Прежде всего, это спасательный круг, набор пробковых жилетов, способных удержать на воде взрослого человека, мегафон и бинокль. Для самих спасателей – ласты и маска. Можно, конечно, добраться до утопающего и на лодке, но вплавь быстрее. Время играет ключевое значение, когда речь идет о спасении чьей-то жизни. Человеческий фактор показывает то, что хорошие, нормальные обученные спасатели. То есть пловец, он успевает? Конечно. Потому что 50-метровый буйок выставляется, а 50 метров – это не показатель. Для хорошего спортсмена, для нормального спасателя – это ничего. На показательные занятия собрались более 100 человек. Все они руководят спасательными службами на сочинских пляжах. Многие отдыхающие полагают, что спасатель – это просто загорелый человек на вышке со свистком. Однако за ним стоит целый коллектив, начиная от тех, кто расставляет шезлонги, до профессиональных медиков. Больше 100 пляжей. Понимаете, какая масса. И людей, отдыхающих, сколько на них отдыхает во время летнего сезона. Медицинскую службу, организации – это тоже очень важный вопрос, потому что они оказывают первую помощь пострадавшему населению, вплоть до вывоза скорой медицинской помощи. Для большинства спасателей это не первый сезон. Все они прошли предварительную подготовку на специальных курсах и, как правило, являются мастерами-разрядниками по плаванию. На счету Владислава Сагидова – пять человек, которых он вытащил из воды. Одного пришлось спасать в шторм. «Приходилось спасать в прошлом году пьяных мужиков, женщин, детей. Нужно быть, можно сказать, психологом. Прежде чем кто-то утонул, нужно заранее посмотреть, оценить ситуацию. Если человек пьяный идет, допустим, то ты должен уже знать, что за ним лучше присмотреть». На одном пляже дежурят сразу несколько спасателей. Как правило, они делят береговую линию по секторам. На каждого приходится от 25 до 50 метров пляжа. Главное – не купаться в шторм и не заходить в воду в алкогольном опьянении, говорят они. Тогда и безопасность отдыха у моря можно гарантировать. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.